всем всем огромный привет сегодня 2 мая пора снимать косметичку месяца только что ее собрала вчера не успела давайте я покажу что я отобрала на этот месяц вспомнила про свой чемоданчик от моряка и я по нему оказывается соскучилась и снова собрала именно в него свою косметику на месяц люблю я разные варианты разные косметички и поэтому вот мне нравится все время что-то менять от фаберлит неизменная моя вот это вот как она называется органайзер он органайзер здесь туши карандаш и очень он удобный хотя для меня это слишком завышенная цена 400 рублей он стоит в каталоге но мне так хотелось что я позволила себе купить и проект project pen косметичку которую я хочу использовать и выбросить до конца лета на косметичку косметику он потихонечку убавляется я не знаю девочки некоторые просили промежуточные варианты может быть какие-то влоги вставлять такие промежуточные варианты потому что в косметичке это очень долго займет почему сейчас поставила продукт для бровей все тот же он у меня единственный я использую его отсюда от иван все тоже палетка я ее люблю воск у меня давно закончился а сами тени я использую это темный оттенок сами тени я использую вот от art visage вот этот гель для бровей он у меня уже прям все заканчивается и вот это средство нужно будет мне прикупить потому что в запасе нет в запасе есть точно такая же палетка может быть я открою ее и начну из нее уже пользоваться воском посмотрим все с это я больше не буду касаться давайте начну тогда с карандаши и туши с прошлого месяца несколько туши две туши ушло у меня в пустые бран баночки так и в цен лоран вот этот уж остается у меня на этот месяц она в знаете как ее описать драму не делает пушистых сильно ресниц не делает естественные красивые ресницы свои делает вот так то есть если хочется чтобы ваши ресницы было видно издалека это не она это вот так спокойный макияж на каждый день когда не надо вам ничего выделять я когда рисуем в макияж без макияжа то есть особо нейтральный тогда я пользуюсь ей еще не открывала но хочу вместе с вами открыть от divash 90 60 90 эту выбрала тушь вместо от faberlic у меня было мой какая кисточка интересная еще не смотрела еще не пользовалась буду вот в этом месяце пользоваться сегодня начну очень интересно и тоже в пустые баночки у меня ушла от кабаре цветная вот эта тушь ну да кабаре от vivienne собой единственное что она в 0 третьем оттенке зеленая единственное что если сравнивать с черной то вот эта тушь которая у меня по крайней мере было очень очень уступает макияж она драму тоже не делает и реснички едва заметны то есть надо было мне пораньше открыть да сейчас буду долго ковырять и так ролик длинный планирую делать девчонки простите что ты я затормозила что она запечатана все рекламная пауза была давайте я вам покажу так вот вот так она выглядит тут тоже видите не так уж и много продукта как самостоятельное средство я и наношу потому что если поверх черной туши и и не видно тогда становится а так она но все равно я и пользуюсь то есть для меня на лето цветные туши обязательно хочу вы его прямо чисто зеленую заказать и уже буду активно творим и пользоваться вот этой семьи туши уже лето жара пора этой туши ничего не делается на неубиваемая не заканчиваемые у меня уже почти два года ничего не делается прямо волшебная туши так подводку я черную взяла вот эту да стёпа стёпа гулять хочет не даст снимать вот она такая это совсем недавний подарок леры у меня практически все что я показываю это подарки девчонок поэтому я сейчас буду сосредотачиваться наверно на продуктах заранее хочу девочкам всем всем огромнейшее спасибо сказать такие шикарнейшие подарки так ну давайте быстро быстро по карандашам от мэри кей вот такой золотой я его использую как тени так для губ я приготовила 21 прозрачный он приходил один вашего в коробочке new beauty box и от faberlic они сейчас переиздали а вот были раньше такие треугольные вот такой он не сильно яркий спокойный тоже цвет так на водную линию когда у меня от кабарет уж вот такой карандаш это уже его нет от айтуай faberlic у него есть блестки видно что есть блестки так и вот такие три карандаша один а ты фраше фиолетовый вот такой красивый один от эйвон только-только он ко мне приехал зелененький вот такое название у него такой красивый этому любимый цвет я зеленый люблю ну и под синюю тушь синий карандаш тоже от эйвон вот таким он названием он такой прямо как темное небо в какую-то фиолетовость уходит заматываем я стараюсь быстро на карандашах потому что помады все немного времени займут так что я не показала а ты фраше вот этот а я каял под на очень на водную линию но я его бывает что забываю а так вот хорошо выбеливает и освежает взгляд я не показываю три карандаша это я отложила три карандаша хочу их вот знаете практически вот вот в этот проект их можно было бы добавить использовать выбросить либо выбросить не используя то есть я вам показывать их не буду может быть покажу только вот этот интересный зеленый его уже нет фаберлик я дотрачиваю время от времени вот он вот такой красивый но я почему-то его забываю даже когда откладывать косметичку его вот так вот многое надо бы пользоваться поэтому жалею что я не добавила их в этот проект ну наверное будут такой project pen у меня получается от карандаши вот здесь будет еще стоять все много времени у меня к сожалению камера не показывает сколько времени я трачу и давайте вот так теперь сейчас я сотру все мои карандаши стирать я буду от и фраше мицелляркой она немножко слабовато конечно ничего так ну поехали тональных средств я выбрала 2 я буду по ходу отлавливать тут все потому что не очень удобно со дна доставать первое это тональное средство от майтан вот вспомнила крем здесь написано тональная основа он светлый это тоже подарок вот он такой хочу я им попользоваться в этом месяце ой как я много тут прихватила давайте немножко уберу он на первый взгляд светлый но вы знаете он так хорошо распределяется кожу не выбеливает очень хорошо впитывается как я понимаю это крем на увлажнение работает он не матирует потому что кожа становится такая светящаяся сильно не перекрывает какие-то недостатки так как всегда подняла но работает неплохо я думаю в жаркую погоду он будет работать хорошо пока поставим сюда следующее тональное средство я взяла это baby от его мозаик так идеальный уход защита для всех типов кожи и тон бежевый написано у майтана нету тона по крайней мере я нигде не нашла может на коробочке был он но он хорошо перекрывает мне кажется уж если только совсем смуглянка молдаванка может как-то а этот наоборот видите более темненький я подумал что если вдруг моё лицо очень быстро загорит то их можно либо мешать либо от одного перейти на второй если вдруг тот будет вот видите руки одна уже такая сразу посмуглее это побелее хотя если так сравнивать то можно сказать оба подстроились под тон кожи только этот как-то усмуглил немножко биби от мейтан вот так вот высветлил немножко но хотя билей не стала в общем вы меня поняли так то откопала я чем я буду пользоваться как праймером это от инью заряд энергии это перфектор мне он нравится биби он я не буду его оттуда а я перепутала девочки я не тот взяла это биби а я поменяю я поменяю я поменяю взяла нечаянно тональное средство я его на следующий месяц хотела я вам показать покажу же раз я выдавила но я поменяю на перфектор они цветом похожи перфектор хорошо подходит под тональное средство он такой немножко силиконовый и прекрасно выравнивает поверхность так что вот этот я откладываю я просто ошибочно положила не то так пудра пудру я взяла от мэри кэй она идет в рефиле это я положила в палетку тоже от мэри кэй пудра отличная она прямо как шелк легко набирается мягкой кисточкой и и надо и хорошо она вот матирует и закрывает покрывает тональное средство что-то еще хотела сказать а то что она минеральная дальше подсвечивать если мне захочется что-то это от иван я взяла сиси вот эти шарики в названии давайте вот так покажу найдете тут название их они очень деликатные типу ковочки покупать можно отдельно вот такие вот они можно их даже распределять по всему лицу так сейчас я попробую вам показать можно распределять по всему лицу и тогда будет такое легкое легкое здоровое свечение симпатичное не ставим сюда так что дальше то тени да у нас а вот бронзер бронзеры румяна бронзер зелат faberlic их сейчас там нет но хочу именно им попользоваться им можно наносить очень красивую тень сложно переборщить вот я представляете как хорошо я такие люблю чтобы ну в общем я боюсь бронзеров чтоб переборщу будет некрасиво а тут все хорошо и вот этот вот как хайлайтер да я его чаще использую как тени вот он такой красивый я использую его на все века как тени как хайлайтер нет она прямо золото чистое золото вот такое средство и сейчас покажу еще румяна румяна я взяла от тянды очень я люблю вот эти румяна не у меня в третьем в третьем оттенке кто боится за ногти не бойтесь у меня не ломаются куда нанести то вот ими можно переборщить а можно сделать очень красивый румянец на улице у нас очень жарко видеть у меня какие вены потому что я делаю игрушки около меня стоит колорифер у меня не отключили батареи плюс вот я говорю колорифер печка около меня и я закрыла окно потому что на улице физкультура у детей я живу с окнами на школьный стадион поэтому я тут все мокрая потная трудовые капли пота с меня стекают вот так вот все стерла пока вам зубки заговаривала ну что мы дальше будем смотреть давать тени да а вот я еще на что нет подождите еще не тени еще корректор покажу корректор я выбрала от oriflame я все им путаю если я вдруг где-то назвала oriflame faberlic и faberlic oriflame не обращайте пожалуйста внимание потому что потом бывает что 30 комментариев что ты перепутала ничего страшно перепутала значит перепутала в общем от oriflame это супер устойчивый корректор он хорошо выбеливает под глазками синячки даже можно переборщить слишком поэтому этим корректором я выбеливаю по в общем до крыльев носа почти вот это вот носогубная но щелчку от глаза темные не делать вот ярко выраженной ярко выраженную границу нужно чуть ниже уходить и затушевывать тогда будет все хорошо а это от доктор пьер реку очень хорошая база для теней она тоже выравнивает все если там синячки какие-то венки все она это закрывает и на нее прекрасно ложится любые тени и держится хорошо так дальше это уже под сотру но теперь уже по теням тени и помады от faberlic вот эта палетка она очень красиво оформлена симпатично выглядит она не маленькая как ее хвалят так и ругают но на самом деле тут есть несколько цветов которые достойные например вот этот коричневый шоколадный это очень красивый цвет и и его можно соединять с любым вот из этих так давайте я так покажу набрала я лишнее они кстати сыпятся поэтому тут задача не переборщить набирая иначе все будет что вы перестараетесь все будет у вас по всему лицу и два капризных оттенка сейчас еще покажу сотру руку но эти капризные оттенки можно тоже укоротить если очень постараться вот этот вот как синее небо он самый вредный а а вот этот симпатичный он на хамелеончик похож давайте он их тоже покажу так вот такой хамелеончик и вот это вот синее небо можно укоротить вообще если вот любой светлый оттенок с коричневым мешать и чуть-чуть добавлять вот этот хамелеон в серединку там века где-то вот эту голубенькую прослойку делать очень красиво получается хоть и ругают эту палетку но она умеет делать красивые вещи и темно-синий ну совсем в уголок и легкую легкую тень по ресничному краю если получится чтобы не осыпалась по всему лицу то тоже будет неплохо ну в общем я решила в этом месяце поиграть с этой палеткой тени которые я все время называла жады оказывается их настоящее название джейд это мне лера сказала она живет в израиле поэтому она точно знает правильное название она же мне их и прислала так бесполезно я буду просто светиться в них давайте я вам покажу эту красоту вот так они красиво выглядят немножко кажется вот этот оттенок похожий на шоколадный в предыдущем но нет он уходит в фиолетовый в такой красивый такой вот розовый это матовые цвета и вот такой вот красивый красивый который под бровку подходит сатиновый оттенок все перенесу светлые на все века хорошо они прямо будут хорошо его матировать покрывать а вот этот коричневый вот с этим вот цветом можно сделать очень красивый макияж но это конечно относительно коричневый ему трудно название найти что это за цвет но в любом случае он красивый на глазах смотрится хорошо так давайте у меня эту крышку сломал кот взял наступил это видите ровненько как подставочка это тоже была раньше вот так ну вот вот так наступил тут все переломил у него весовая категория большая полюбила я вот эти все таки тени я недавно их показывала еще раз сейчас покажу совсем коротко это от иван в восьмом каталоге они идут в распродаже вот так покажу подружилась я с ними и они оказывается не сыпятся но по крайней мере у меня не не осыпались и розовый понравился и вот этот вот блестящий кашечка симпатичная ну долго на них останавливаться не буду потому что я про них уже по сути несколько раз говорила выбрала я себе вот эту еще палетку давайте это сюда айту ай не буду показывать название потому что их уже в каталоге нет они у меня идут уже с такими дырочками потому что я их люблю вот такой очень красивые оттенки когда мне хочется поярче то это самое то видите они сатиновые они очень красиво светятся и смотрятся на глазках очень красиво вечером прямо вау когда блеск розовенький на губах и вот такие вот тени это смотрится очень красиво ну и давайте я вам покажу вот такую красоту это тоже мне Лера присылала это израильская косметика я поэтому не знаю вот 25 тонн название смотрите сами очень понравились мне эти тени они просто ну хамелеончики такая зелень красивая я их использую не на все века потому что они очень яркие может молодежи было бы красиво а как легкие стрелки по ресничному краю смотрится очень красиво он настолько хамелеонистый тут и золото и зелень и серость и вот тьма какая-то дараканье ночная ну вообще ну видно да как играет цвет как не поверну даже вот золото уходит периодами вот такой оригинальный цвет у этой палетки прямо и цветодача вообще просто бесподобно мне кажется этот оттенок не закончится никогда ну по крайней мере при моей жизни дальше да мы до помады дойдем у меня уже нам 3 часа съемки будет целый сериал в одном сериале а ну вот тут еще светлые тени я взяла но знаете это вот для однушек когда надо вот а бывает что хочется просто карандаш и заматировать век ну что я тут ну давайте я это сделаю не на камеру в них никак не попаду очень туго прямо они такие тонкие и все время страшно что сейчас они будут на полу так оттенок вот вот такой оттенок он светло-розовый такой вот ну видно вот он такой вот и есть и поэтому под определенный карандаш под коричневенький под серенький какой-то под золото которое я буду использовать ну в общем или просто под черный каял очень красиво кстати черный каял я вам не показала ну вот лайнер я вам показала еще у меня в каждом месяце постоянно присутствует этот черный каял я им пользуюсь постоянно он нескончаемый даже ощущение что у него чуть-чуть не убыло кремовые тени взяла все три которые у меня есть я их стараюсь часто в косметичке проталкивать потому что у них срок годности не такой как у рассыпчатых от колор тату у меня в оттенке 65 розовое золото вот оно так смотрится его надо тратить иначе оно может испортиться оно мне нравится под черный вот как раз каял вот такой красивый цвет вообще от колор тату мне хочется иногда купить особенно тауповые цвета но мне жалко что сроки годности уж больно у кремовых коротенькие от верими вот такой цвет это арифлейм солнышко выходит уже отсвечивает и от верими от верими еще вот такой цвет я не показываю название но там не промахнешься их не так и много если они есть еще вот этот вредный цвет его нужно аккуратно кистью потому что пальцем он набирается многовато но распределить его можно вот так он смотрится я говорю у меня очень жарко сейчас на кухне реально тут градусов 40 и поэтому наверное те не страдают вместе со мной далее сейчас сотру я руку и наверное мы с вами перейдем к помадам помады попробую показать побыстрее остается палетка от арифлейм в прошлом месяце я использовала несколько раз вот этот второй оттенок мне он очень понравился я думала это будет очень красный некрасиво у меня на губах а было красиво поэтому в этом месяце какой-то из этих оттенков следующий я выберу кисточку не помыла прошу прощения так блески кажется нет не буду название читать в общем 106 оттенок покупала в улыбке радуги очень мне понравился вот этот блеск он смотрится как лаковая помада на губах он смотрится очень красиво такой цвет бесподобный вообще а цена его была какая-нибудь цена 160 рублей ну там еще скидочные дни есть еще и скидка 15% от этой суммы ну в общем вот я этим блеском осталась крайне довольна очень довольна в нем 8 миллилитров классный не так давно тоже купила 3d бриллиант это от вивьен сабу в номере 43 этот блеск когда яркие глаза потому что тут очень много блесток он такой как сиреневый и блестящий когда вот например вот так красиво так это тоже ко мне приехал джейд из израиля от лера вот такой красивый давайте покажу вот такой он красивый к блескам у меня особые отношения я их люблю но когда у меня чистка они у меня первые улетают потом я покупаю снова но вот эти я прямо очень люблю сейчас блески делают как лаковые помады и они очень хорошо на губах себя ведут помаду от фаберлик я приготовила 40074 вот такая она красивая будет по моим венкам рисовать венки сегодня не спрячу слишком жарко вот такая она красивая она перламутровая по-моему даже этой серии называется миллион переливов или как-то так так тоже от джейд помада 100 а может не джейд да джейд вот видите 160 номер все что ко мне приехало в этот раз ой тут кстати тоже буковки написано все у меня ушло в косметичку еле дождалась так вот такой цвет яркий для меня но сейчас лето сейчас такие самое то и я покупала тоже ламель как называется мне кажется ламель но я могу ламель могу брать название так оттенок 27 я купила два но второй похож вот на вот этот джейд поэтому я в этом месяце взяла только один косметичку вот он такой прямо у меня в этом в этом месяце очень яркие смелые помады не стала я из сумочек из карманов доставать там тоже есть свои помады очень люблю вот этот цвет липтик как он называется от Арифлейм давайте название покажу вот такое вот название у нее спокойный сиреневый цвет обычно у меня такие помады именно в карманах они подходят под любой макияж какой бы ни было хоть яркий хоть светлый макияж такая помада мне идет под любой когда я где-то в пути хочу обновить губки я такие помады использую так еще одно яркое событие от Фаберлик в номере 43033 тут зеркальце очень удобно тоже вот в дорогу или куда-то такая красота и тоже яркое для меня представляете в этом месяце прямо прорвало даже вот они в чем-то смотрите похожие иногда девчонки ты набрала одно и то же ну вот тянет на этот цвет значит но так как человеку хочется разнообразия я не хочу вот с одной помадой например весь месяц конечно она немножко под закончится но тогда другие обидятся на меня так еще одна помада это от Maybelline очень оригинальный такой вот дизайн тоже подарок от Оленьки уже так 705 номер она идет как блеск вот такая у него оригинальная кисть где у нее местечко ей оставим и вот так вот спокойная она тоже красиво на губах смотрится спокойный оттенок ой прямо наглядеться не могу и еще одна любимочка тоже обычно она у меня живет в сумочках 255 оттенок от Maybelline эта помада у меня потихонечку пропадает где мне ей нарисовать она с блестками красивая спокойная вот она тоже подходит мне для сумочек тоже под любой макияж я ее использую вот такая красота сплошное блестячество вот такая у меня косметика получилась в этом месяце единственное что я вместо перфектора перепутала взяла BB а BB я хотела в следующем месяце на самом деле использовать вот такая красота все огромная косметичка на месяц ну не могу я прям по-другому причем у меня здесь еще вот есть пробники для помад спонж надо его помыть после вчерашнего макияжа не стала мыть и еще у меня есть вот такие вот вещи которыми я тоже иногда пользуюсь спасибо всем огромное за внимание обязательно еще сниму ароматы месяца меня спрашивают когда пустые банки тоже вот прямо в ближайшие дни сниму так что девочки надолго не прощаюсь обязательно вернусь с новыми роликами всем до новых встреч и всем пока